Эта бьет на окнуш со всей дуэлью, тем более, что это главный враг в ее жизни. Она же пришла ей, ты сволочь, понимаешь, не вот про это, она пришла ее избить. Чувственно, ревностно, эмоционально, все как в жизни, именно так, проживая, учит играть молодых актеров режиссер-экспериментатор Владимир Золотарь, вернувшийся на время на Алтай спустя 12 лет. Он готовит постановку о женской ревности по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кармелинка «Жар и холод» или «Идея господина дома». «Жар и холод» – это, конечно, такое, при всей вот этой игровой, яркой, театральной форме, такое достаточно глубокое и сложное препарирование человека в любви, человека в ревности и так далее. Тоже такие темы, в общем, вечные и всегда беспокоящие, и очень театру тоже свойственные. За творчество Кармелинка «Золотарь» берется уже второй раз. В далеком 2003-м, будучи главным режиссером алтайской драмы, экспериментатор поставил знаменитого великодушного рогоносца – пьесу о всепоглощающей мужской ревности. Билеты на которую разлетались на месяцы вперед. Я вижу, что ты лжешь! Ты лжешь! Там пьесы, ты лжешь! Сейчас время поговорить о женской ревности, более мощной и разрушающей, по мнению режиссера. Если Шариков был без одежды, то Джульетта с сигаретой. Тогда спектакли «Золотаря» вызвали и любовь, и негодование. Некоторые зрители даже писали кляузу на имя Александра Карлина. Сейчас реакцию зрителей еще предстоит оценить. Это всегда для тебя мучительный вопрос, как бы какого-то возвращения в театр, в котором ты долго работал, через очень долгий период, через 12 лет, период вдвое дольше, чем тот период, в котором я здесь работал. Как обмануть вот эту очень обманчиво приятную ностальгию, потому что на самом деле это не самое творчески движущее чувство, скажем так. И в этом смысле какое-то такое предощущение, что было бы интересно, наверное, сделать что-то с абсолютно новой компанией, с учетом, что труп наполовину, если не на две трети, обновилась. Я сама видела его спектакли, ну не вживую, а в записи, и была поражена этим спектаклем, спектаклем «Войцек». Нам показывали даже на уроке по зарубежному театру в институте его спектакли. И тут нам говорят, что он приезжает, ставите, еще меня берут в его спектакль. И, конечно, это большая радость, но и, конечно, страх. Премьера спектакля «Жар и холод» состоится ровно через два месяца, 27 марта. Они уже спрашивают жителей края, ее ждут. Золотарь признается, что готов к любой оценке своей работы. Но мечтает сделать ее яркой и оставившись след в душе зрителей.